Зверский понедельник Зверский понедельник По классификации Они относятся к млекопитающими Отряд непарнокопытных Лошади и семейство лошади Удивительные Одним словом Правда ли, что лошади Очень интеллектуальные животные Может быть у вас есть какие-то примеры из практики В чем их ум проявляется Может быть они что-то умеют Необычное Они очень четко чувствуют людей Очень Как это правильно выразиться То есть они считывают Да, они очень Хорошо разбираются в людях Поэтому Лошадь очень тяжело обмануть В плане того, что она всегда чувствует Если человек негативно настроен непосредственно к ней То есть она чувствует, если человек может обмануть Конечно А в быту какие-то примеры есть? Когда, например, какая-то хитрость Или действительно вот Такой вот ум проявлялся Может быть там, не знаю У каждого лошадника есть масса уловок Которые связаны с воспитанием своих собственных животных Питомцев Они запоминают шелест одежды своего хозяина Даже можно зайти Не открыв рта Идти по коридору Она услышит и обязательно будет вас приветствовать Вот Они очень четко разбирают Кто их кормит Кто из-под них, извините меня, убирает Спражнения, да Кто их выводит гулять Кто непосредственно с ними работает И кто непосредственно с ними отдыхает Поэтому Ну, достаточно тяжело обмануть То есть можно такими качествами назвать Хорошая память и преданность Да У нас есть сюжет Анастасия Матвиенко побывала в Екатеринбургском зоопарке И познакомилась с самыми маленькими лошадьми в мире Вот молодец, моя хорошая девочка Молодец ЕТВ посчастливилось увидеть, как дрессируют самых маленьких лошадей в мире Эта порода называется американская миниатюрная Альфия, здравствуйте Познакомьте, пожалуйста, со своей подопечной Как ее зовут и почему она у вас такая крошка Ее зовут Мирта Мирта, привет! Какая ты красивая, какая ты пушистая Я ее ласково называю Мирочкой Мы каждый день занимаемся Они очень любят морковку У них как конфетка эта идет И яблоки очень любят Вот У них основная, как говорится, еда Думаю, самое время позвать жениха нашей прекрасной дамы Ее Оскара Давайте его позовем Посмотрим на этих красивых лошадок Их всего две в зоопарке Они уникальны В холке достигают всего до 85 сантиметров Хотя обычные в лошади гораздо, конечно, выше Но не менее красивые Оскар у нас более такой подвижный Ему надо все время кусаться Их надо любить очень И если их полюбишь, они тебя тоже полюбят И с ними все время надо вместе быть Их надо кормить, за ними ухаживать И они тебя полюбят А теперь давайте пройдем в стойло И посмотрим, как же ухаживают за этими красавцами Грибу расчесываем Потом здесь, значит, хвост расчесываем Кондиционером каждый день расчесываем Чтобы мягко было расчесывать Ох ты, какая красивая Давай тебе причесочку сделаю Все, как у настоящей модницы красавицы Даже косичка с красной лентой Ну все, Оскар твой Оскар у твоих копыт Красоту навели Теперь, я думаю, можно показаться и жениху Лошадки маленькие, получается, в скачках Они, конечно, участвовать не будут Они только у нас для красоты Присоединяйтесь к нашей беседе Оставляйте свои вопросы на нашем сайте Ну вот, показывали, как ухаживают за лошадками Это действительно такой вот ежедневный труд Уход за одной, да? Здесь одна-две лошади были А в клубе наверняка их несколько Конечно За лошадками нужно ухаживать В чем заключается уход? Хотя бы вкратце Внешний уход Вообще состояние здоровья лошади Нужно очень сильно за ним следить Отслеживать Как за внешним, так и внутренним Обязательно расчесывать Чистить шерсть перед каждым занятием Пускай это хоть спорт Это как-то состояние лошади, да, лучше Здоровье лошади, во-первых Обязательно То есть это не эстетическое Вот расчесывание И эстетическое это для нас А для них это как для здоровья Уход за копытами обязательно просматривается Всегда Вот А есть какие-то особенности ухода Именно в зимний период? Возможно, там ее мыть нельзя Именно зимой Или что-то еще запрещается делать? Существуют различные Вспомогательные средства По уходу за лошадьми, да Таким, так называемые кондиционеры Которыми обрызгивают лошадь Перед чисткой Во время чистки И они способствуют Незадерживанию грязи Как бы в волосах Улучшают ее внешний вид Придают ей блеск Ну и соответственно Зимой ими тоже можно пользоваться? Нужно Нужно, а вот именно зимой, да? Потому что волсяной покров В зимний период более густой Если в клубах присутствуют Крытые помещения И они отапливаемые То лошадей стригут Такой вот вопрос Чем отличаются лошади Которые участвуют в спортивных соревнованиях От других лошадей? Как их можно отличить? Ну вообще у нас существует Пять хозяйственных типов лошадей И спортивные в том числе То есть у нас существует По характеру используемые лошади Они подразделяются на хозяйственные Такие как верховые Верховоупряжные Легкоупряжные Тяжелоупряжные И вьючные То есть в зависимости от того Какую работу они несут Они внешне как-то отличаются? Конечно Они отличаются как по росту Как по весу Соответственно Как по конституционным Как бы параметрам То есть Ну и соответственно Относятся определенные Породные группы А вот которые к спортивным Относятся лошади Они как более Сильные? Они более высокие на ногах Они более легкие в конституции У них более большой Подвижный глаз Так называют Да И соответственно Более такой повышенный Скоростной режим Вот есть такой термин Объездка лошади Правильно это звучит Как заездка То есть существуют Определенные Тенденции В плане обучения лошадей Заездка в том числе То есть различают Групповой тренинг Индивидуальный тренинг И соответственно заездка Прежде чем лошадь Будет использоваться в спорте Либо пойдет непосредственно Для верховозы То есть она должна Пройти эту школу Вы в своем клубе Тоже вот эту вот Заездку Осуществляете Или вам уже готовые Лошади приходят Откуда-то из питомников Ну нет Конечно же Многие Может быть люди В своей жизни Хотели вырастить Своего собственного Жеребенка Ну Без этого никак То есть Всяко бывает Бывает что мы берем Уже взрослых лошадей Которые не заезженные Бывает которые заезженные Ну У нас вот Зрители спрашивают Интересуются Вопрос сайта А как вы вообще Относитесь к спортивным соревнованиям Лошадей там не мучают Вот такой вот Ну это все наверняка Насмотрелись Нашего замечательного Невзорова Который По фильму Выбивает зубы Значит Могу вас заверить Что из челюсти лошади Даже из вареной Из вареного Несколько часов Не выбить эти зубы Поэтому это все очень Нет Лошадей не мучают На конно-спортивных соревнованиях Вот Конечно же Есть Так скажем Черные клубы Которые Да Не очень эстетически К этому относятся Но это все Опознается в сравнении Ирина Вот в вашем клубе Еще проходят Занятия Ипотерапией Вообще Что это такое И кому такие занятия С лошадьми Рекомендуются Вообще Ипотерапия Это лечение лошадью В России Появилась довольно недавно Что хочу сказать Что заниматься Ипотерапией Может даже здоровый человек Называется Оздоровительная Верховая езда Для людей Которые Не занимаются Спортом А просто чисто Для поддержания Эфетического здоровья Приходят И занимаются Можно выполнять Различные упражнения Которые говорит Эмонструктор Ипотерапевт И благодаря этому Человек Получает оздоровление А также Есть больные люди Особые дети Которые приходят Заниматься Также ДЦП Дети Аутисты А какие вот Например Как проходят Эти занятия Какие упражнения Они делают С лошадью Упражнения Происходят Верховно Лошади Которая движется Движется сначала Шагом Потом можно Это не на скорости А медленный шаг Шагом Медленный шаг Да Для начала Потом конечно Лошадь уже может Двигаться И рысью Но это уже Для более Как говорится Людей Которые уже Не первый Месяц Занимаются Вот Какие лошади Участвуют Именно в занятиях Ипотерапии Точно такие же Которые С другими людьми Занимаются Или это Какими-то Особыми качествами Обладает Лошади Под ипотерапию Готовятся Абсолютно По-другому Лошадь должна быть Во-первых Физически По-другому устроена Она должна быть Допустим Не под жарой А наоборот Более Как вот Русские тяжеловозы Если представляете Да Широкая спина Вот У нее должен быть Очень спокойный Покладистый характер Чтобы ребенок Который сидит верхом Там Или взрослый Обычно люди Приходят разные Бывают Что могут даже Ребятки укусить Там как-то Или дернуть больно Там за хвост Чтобы лошадь Не отреагировала С пониманием То есть Какие результаты Дают тут Такие занятия Ну какие Самые прекрасные Самые замечательные Потому что Когда Приводят ребенка Который не умеет ходить И через пару месяцев Он начинает Делать первые шаги Именно благодаря Занятиям Слезы возникают Не только у родителей Но и поверьте У нас Продолжение следует...